Все инициативы Казахстана поддерживаются международным сообществом. По мнению экспертов, многие идеи, выдвинутые Ельбаса Нурсултаном Назарбаевым, за годы независимости осуществились. Таким образом, наша страна стала геополитическим центром стабильности и безопасности, налаживая надежный диалог между Европой и Азией, Западом и Востоком. Казахстанские мирные инициативы и внешняя политика впервые заявили о себе в ООН в 1992 году. Президент предложил учредить совещание по взаимодействию мерам доверия в Азии для обеспечения региональной и глобальной безопасности. Идея получила глобальную поддержку. В настоящее время она стала организацией, объединяющей 18 государств, которые занимают 90% территории Азии. Антиядерное движение в Казахстане, ЕС, почётное председательство Высшего экономического совета, Совет сотрудничества тюркоязычных стран, меры взаимного сотрудничества и интеграции в Азии. Всё это заслуга Ельбаса на Шултана Назарбаева. В 2010 году Казахстан председательствовал ВБСЕ. Кроме того, Ельбаса заложил основу для создания СНГ и ШОС, собрал лидеров мировых и традиционных религий, усилил интеграцию Евразии. Казахстан, будучи непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2017-2018 годах, внёс свой вклад в решение глобальных проблем, способствовал мирному урегулированию сирийского конфликта и открыл платформу астанинского процесса. «Есть ещё нерешённые вопросы. Однако произошло сокращение масштабов конфликта. В первую очередь это связано с астанинским процессом, который признан ООН». Сотрудничество между странами Центральной Азии приобрело новый характер. По мнению экспертов, Казахстан играет значительную роль в продвижении интеграционных процессов в регионе. И главным политическим событием 2019 года стала стабильность страны и основа для дальнейшего развития международных отношений с соседними государствами. «Напряжённость между мировыми державами ухудшается день от дня. И, конечно же, в условиях растущей нестабильности внешней политики, конечно, очень важно поддерживать стабильность в нашей стране. В этом контексте роль транзитной модели политической власти, реализуемой Ельбасе, огромная». Казахстан поставил перед собой ещё более амбициозные цели, а укрепление имиджа страны и дальнейшее укрепление её международных связей – это престижная задача, которая возлагается на новое поколение.